Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Первым конвоиры заглянули в гости ветерана уголовно-исполнительной системы Дагестана к Мамеду Мамедову. Страж правопорядка помогли ветерану собрать урожай и навели порядок в саду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, что нам вели порядок собрали. Можете забрать домой? Спасибо огромное. По своему усмотрению используйте. И мы тоже будем скоро ветеранами, уйдем на пенсию. И когда нам будут приходить домой молодые энергичные работники уголовно-исполнительной системы, это будет вызывать нас гордость, что они нас помнят. Я радость чувствую. Я... Мне изменяется настроение в положительной стороны, эмоции положительные. Гости, они не то, что гости, они пришли помочь. Это... Спасибо вам, спасибо им, что вы вспомнили обо мне. Мы же столько лет отдали этой службе, да, как ностальгия бывает же. Вот когда молодежь увидела, вот вы знаете, да, как все очень приятно бывает, что они приходят. Поэтому мы сегодня выбрали Магомеда Магомедовича. Он более 28 лет работал в системе. Все время уголовно-исполнительной системы чисто. Я даже когда молодой лейтенантом пришел, он уже работал. Ну, взрослый, да, короче, тузан. И этот человек очень преданный делу был. Очень много... Даже вот после землетрясения, 70-е годы, тогда я еще армией служил. Это второй колодий восстановлением он занимался. Понимаете, столько он дал этой службы. Далее патруль добра посетили Дагестанскую региональную общественную организацию помощи инвалидам. «Жизнь без слез». Гости вручили ребятам их любимые угощения. А дети, в свою очередь, провели для них мастер-класс. Молодцы, молодцы. Я вижу, что сами делаете свои угощения. Чужих детей нету. Все дети наши. Дети – это наше будущее. Дети – это наше будущее. скрываем я тоже вместе с тобой будет делать получается старелки я думаю надо одевать занимается больше 5 лет здесь на 21 пришел а уже 26 5 лет прошло такое удовольствие они такие работы прекрасные делают здесь ну дети наше на счастье когда лет есть наше будущее да как оказавшиеся сегодня с такими детьми с оказавшими такими своими у каждого свою своя история каждому должен свой подход и этот я у меня такой эмоциональный такой это да и мне приятно с каждым хочется пообщаться узнать их не этот что у них туши и до поговорить с каждым что они скажут аду удовольствие здесь находится неоднократно отдел конвоирования они к нам приходили вот в момент пандемии тоже они приходили приносили там подарки и общались с нашими ребятами и нам так приятно и важно что они находят возможность своей сложной работе прийти к нашим ребятам уделить внимание и это так но мне кажется хорошее такое взаимодействие и наших ребят и их также мне кажется это такое взаимодополняемая идет польза друг другу вот и наш наши ребята очень радуются таким гостям тем более когда приходят мужчины в погонах и у нас основном ребята тоже мужчины и это их так вдохновляет и заряжает тоже они очень рады бывают так что мы очень благодарны что такие организации приходят и мы всегда рады гостям и спасибо вам вашей организации в вашей передаче служу родине мы всегда рады закончилось мероприятие общей фотографии за подаренное детям хорошее настроение руководство организации выразила благодарность всем гостям и вручила памятные сувениры сделанные руками ребят посеешь добро пожнешь любовь говорят участники акции и направляются по следующему адресу в этом доме живет патимат она инвалид первой группы женщина признается что гостям она рада всегда есть и у меня нету нарушения формах тоже можно потому что всегда рада у меня нет уже сайт ничего такого я рада всегда гости я люблю гости я честно сказать вот все здесь тоже говоря если тебя не было бы чем и сделал быть даже дети ко мне приходит я с ним общаюсь как свои всегда они говорят даже своей бабушке дедушке не говорит ко мне бегать ада ада что нужен тоже ко мне все горит твои без тебя как мы вы будем здесь с нетерпением гостей у себя ждала и аминат у девочки неизлечимое заболевание дцп несмотря на свой тяжелый недуг девочка доброжелательная и очень общительная я всегда люблю гостей я их угошу чем угодно правда да какая молодец скажи мне пожалуйста аминочка чем ты мечтаешь вот какая у тебя есть мечта у меня мечта чтобы мама всегда рада была всегда радовалась наша религия религия ислам призывает помогать и пророк сказал что самые лучшие из людей это самые полезные для них вот огромную поддержку для жителей нашего поселка особенно для нуждающих оказывает сотрудники конвоирования овсин которые периодически помогают даже когда были тяжелые времена как во время пандемии тоже выходили помогали ну своим делом доказывать что они с народом пусть всевышний благодарит пусть всевышний вознаградит их за эти добрые дела и мы тоже благодарим их за это доброта заразительно и это одно из самых полезных и приятных заражений в мире которые разрушают все негативные заражения дарят здоровье хорошее настроение и счастье говорят участники акции ну я думаю не надо пояснять чем занимается отдел по конерванию в целом это перевозка осужденных и последственных между учреждением уголовной исполнительной системы республики дагестан но помимо своей основной деятельности мы также по мере своей возможности стараемся заниматься и благотворительностью какие-то благие деяния осуществлять сегодня мы решили показать небольшую часть той работы которую проводим с населением с детьми было очень приятно видеть улыбки детей улыбки ветеранов наших уважаемых которым оказали помощь в дальнейшем также будем стараться взаимодействовать и с детьми и с ветеранами и стараться привлекать молодежь наших нашего учреждения этим деянием воспитывать их таким образом прививать им традиции к культуру нашей уголовной исполнительной системы доброта приносит радость не только тем кому она направлена но их самим людям совершающим добрые дела вызывая положительные эмоции от совершенных добрых дел в этом мы сегодня убедились лично уважаемые телезрители это все о чем мы вам хотели сегодня рассказать мне остается напомнить что с вами была программа служа родине и я ее автор ведущая сеги батьях я его благодарю всех вас за внимание до новых встреч в эфире берегите себя и все кто вам дорог у нас и и и Продолжение следует...